всем привет мои хорошие сегодня у меня будет короткий ролик решила записать такое видео пока пью свой утренний чай рассказать наши последние новости рассказать почему не снимала несколько дней видео ну во первых работаю только проснулась меня голос еще такой сонный еще вот даже в этой в пижамной майке сижу пью свой чай во-первых ребятки работаю я вам говорила три недели я работаю по пять дней тяжело конечно тяжело но вообще пятидневная рабочая неделя для любого человека это нормально да у меня конечно работа ребятки но вот в пятницу я в четыре часа начала рабочий день и закончила почти в два часа ночи вот такая вот такой меня рабочий день и вы знаете целый день бывают конечно дни когда мало посетителей мы можем и посидеть слава богу что у меня сейчас работа такая нет посетителей вы знаете у нас даже вот босс на работе там если с нами он ничего не говорит мы сидим там бывает салфия салфетки кручу нас такие знаете на на ужин на завтрак и на обед у нас обычно ну вот такие вот салфеточки нож и вилка а на ужин мы меняем эти бумажные салфетки на хлопчатобумажные и в них заворачиваем ложку ложку нож и вилку поэтому же нужно накрутить мы их нас так и называем rolls их же нужно накрутить у нас два такие такие большие коробки пластмасса мы туда накручиваем вот эти вот роз но их кто-то же но кто-то же их должен делать поэтому когда посетителей нет я сижу но можно зачем стоять да можно присесть никто руководство абсолютно не против то что я сажусь но когда такой день как был в пятницу ребят 4 4 дня и ну почти до двух часов мы закрываемся в пятницу в субботу в час ночи пока мы там знаете по убираем пока кассу сделаем почти в 2 часа ночи я закончила рабочий свой день конечно тяжело ребят тяжело поэтому когда еще пять дней в неделю работаешь я просто устала сегодня воскресенье сегодня мой последний рабочий день я просто уже как выжатый лимон а еще не не было желания снимать никакие видео было так опять атака очередная но в украину бомбят вообще каждый день была так она бомбили мой родной город запорожье это вообще в этот день вообще проснулась смотрела все эти новости плакала как какое там настроение снимать видео понятное дело ничего не хочется вообще уже уже сил нет переписываюсь у меня подружка есть мы с ней подружились мы с ней работали еще в старом ресторане еще до до пандемии она тоже из украины из город суммы и мы так с ней очень она переехала уже из нью-йорка она живет в другом штате но мы до сих пор поддерживаем отношения такая девочка хорошая младше меня но мы конечно очень так сплотились особенно после начала войны с ней переписываюсь говорю сил моих уже больше нет слез моих уже больше нет господи украинцы мои ридные сеньки тримаетесь а тримает и соску ну должно что-то когда-то закончится и богу молюсь уже и прошу уже прошу боженька насколько же можно уже насколько можно же сил нет ребятки я не знаю я не знаю тут уже сил нет это все это все смотреть представляю как вам то но держите что что сделаешь нужно держаться нужно жить и нужно молиться о нашей перемоги на зло врагам а у нас еще дома как говорится пришла беда открывай ворота вчера работаю телефон я с собой не ношу меня фартушек такой там маленькие кармашки у меня там только блокнотик и ручки телефон даже телефон большой я его оставляю в том месте где мы переодеваемся и как-то заработалась иногда так проверяю там если кто-то звонил или кто-то что-то писал смотрю муж звонил мне никогда не звонит он если что он не пишет сообщение а тут он звонит я знаю если он звонит значит что-то случилось я ему сразу перезваниваю что случилось и он такой весь девчонки я думаю вы со мной согласитесь мужики они вообще не умеют стресс стрессовых ситуациях себя держать в руках вот у меня муж такой он такой спокойно вообще никогда не не стрессует он вообще никогда ни за что не переживать но если стресс вот как говорится его знаете накрывает то все это это паника это вот мне звонит чем я могу помочь я на работе но вот надо мне звонить я ему перезваниваю ой ты представляешь все машина поломалась я ее вообще бросаю снимаю эти номерные знаки и бросаю эту груду груду металла как он сказал вот здесь где она стоит говорю подожди как это просто как это ну то есть машину получается он выбрасывает вообще на помочь говорю подожди подожди что случилось он говорит я а а это было когда это вчера суббота было ему нужно было ехать у него там он с детками какой-то там их доминиканский как ярмарка была он очень хотела мне еще в пятницу я так хочу мы договорились уже там с моими детками мы поедем на эту ярмарку там будет так классно будет там так интересно и так хочу туда поехали представляете закон подлости у него такое было он еще так так готовился говорит мне нужно раньше проснуться мне нужно там заехать подстричься я знаю что он так готовился представляете я открывать машину она не открывается у него ключ этот как найти но такой как это не ключ который открывается нажимаешь кнопочку автоматическая ты открывал-ка он говорит я нажимаю она не открывается он подумал что это батарейка он отчащую жара духа то такая было он подумал что эта батарейка в этом ключе не работает он побежал там где стоит машина то есть машина он не может завести даже открыть не может он побежал купить эту батарейку. Прибежал в магазин, купил батарейку, прибежал обратно к машине, поставил батарейку, поломал все ногти. Видно, так нервничал, спешил, открывал вот эту вот, ну, саму эту, где батарейка вставляется, обломал все ногти. Настолько обломал, что у него прямо кровили. Вчера приехали домой, я ему этим йодом замазала, потому что так поломал, что прямо кровь здесь. В общем, мужики, конечно, не умеют боль терпеть, он бедный, чуть ли не плачет, болит, болит. У меня говорю, давай. Я обработала перекисью, потом залила йодом ему. Говорю, завтра все будет, все завтра заживет. Так вот, вставил он эту батарейку, опять машина не открывается. Он подумал, что батарейка это, ну, плохая, не работает. Побежал обратно в этот магазин, купил еще две батарейки. Время идет, он психот. Ну, его тоже можно понять, конечно, тоже можно понять, когда вот такая неприятность случается, когда ты что-то запланировал, и тебе нужно куда-то обязательно ехать. Ну, конечно, это большой стресс, это обидно, и нервничаешь. Я его понимаю. Купил он эти две еще батарейки, они, то есть он понял, что это не батарейки, это что-то с машиной. Что там случилось, я не понимаю. Короче, он не может завести машину. Он уже плюнул, он же позвонил деткам своим, сказал, что он не приедет. Они расстроились, конечно. Он вызвал этот эвакуатор. 250 долларов. Ребята, это вообще у нас цены. Ну, конечно, это все, это все. Для меня это очень печально, потому что эти деньги, этих денег нет. Эти деньги могли бы мы потратить на что-то другое. Ну, что поделаешь, да, это случается. Конечно, у каждого, у каждого человека ломается машина. Ну, когда это случается у тебя, это настолько неприятно, настолько печально. Я расстроилась вчера на работе. Вызвал эвакуатор, 250 долларов, а там доехать, ребят, буквально пять минут, ну, может, десять от силы довести машину нашу, довести до нашего механика. Ну, у нас такие цены, да, ребят, у нас такие цены. Отвез он машину. Хорошо, что вчера суббота, но это было еще, знаете, не поздно. Хорошо, что этот механик был там, но он говорит, я скоро уже ухожу. Это выходной день. Он говорит, я уже вашу машину буду смотреть в понедельник. Муж мой оставил, оставил ему ключ и уже никуда не поехал. И муж мне пишет, говорит, я все равно за тобой приеду, а у нас как раз тут... А, а он мне сказал, что я за тобой приеду. Иногда в субботу, знаете, я его отпускаю, как говорится, там, иногда он там с друзьями может поехать в какой-то бар, он очень любит слушать их эту испанскую музыку, там, пару пива выпить. Я говорю, слушай, ты так тяжело работаешь, муж у меня тоже, знаете, очень тяжело работаю, но вообще каждую ночь не спит, каждую ночь уже, знаете, сколько, больше чем 10 лет он работает на этой, на работе, каждую ночь не спит. Я говорю, ты так тяжело работаешь, так что вот у каждого человека должно быть личное пространство, вот у него это личное время, личное пространство. Он любит слушать эту музыку, он любит с друзьями выпить пиво, я абсолютно нормально к этому отношусь. Едь, отдыхай, от работы, может быть от меня тоже, тоже мне кажется, я считаю так, не могут люди быть постоянно вместе, должен быть отдых. Мы, конечно, не устаем, я не скажу, что мы там устаем от друг друга, и мы друг другу надоедаем, нет, ну, личное пространство должно быть. А он мне говорит, я тебя приеду, заберу, в субботу я тебя приеду, заберу. Он начитался новостей, у нас в Нью-Йорке, ребятки, это отдельная тема, я уже рассказывала, Нью-Йорк, конечно, стал вообще неузнаваемый. Нью-Йорк стал очень криминальный, и он начитался новостей, мой муж, что чуть ли не в нашем районе там изнасиловали женщину ночью, вообще, конечно, ужас. Он боится, он боится, чтобы я добиралась одна, ну, поздно, смотрите, если я там в пятницу, в субботу, около двух часов ночи я заканчиваю работу, конечно, он боится, мне очень приятно, что он переживает за меня, это любой женщине, конечно, очень приятно. Я тебе обязательно приеду встречу, он под впечатлением этих новостей, которых он начитался, я не боюсь, ребятки, вот честно вам сказать, я не боюсь, это, наверное, у меня от папы, вот у меня папа был такой, знаете, боевой украинский мужик, знаете, он никогда ничего не боялся, он работал, царство небесное моему папочке, он работал таксистом, и вообще на него там нападали, и на него там, знаете, и с пистолетом нападали, он никогда ничего не боялся, у него под под сидушкой, монтировка была, и он такой у меня, знаете, был казак, украинский казак, и вот у меня, наверное, от него, я не боюсь, я реально не боюсь, у меня всегда в сумочке лежит газовый баллончик, я даже если иногда очень поздно, у меня всегда баллончик, поворачиваю его, так всегда в руке баллончик, все, я не боюсь, муж мой боится больше, чем я, он меня приехал, все-таки умничка такая, приехал, забрал меня на рабочей машине, говорит, мне все равно, если мой начальник спросит, скажу, мне нужно было ехать жену забирать с работы, у меня машина поломалась, я заправился за свои деньги, ну, у него, у него не начальник такой, настолько его уважает за все эти годы, что он там работает, никогда ничего не говорит, поэтому рабочую машину он легко может пользоваться ей, в общем-то, ребятки, вот такие дела, в понедельник, это завтра, а у меня, представляете, еще записалась к своей парикмахерше, решила, решила, вот это, как-то мне уже надоело, я последнюю, сколько, два-три раза подстригал волосы, просто вот так ровно, но что-то мне уже так бесит этот, этот мой стиль, мне так не нравится, я вот, последний раз мыла волосы, не, ну, это у меня просто помыла, так, знаете, пенку, не было времени, бежала на работу пенкой просто намазала, а до этого сушила, сушила фенами, абсолютно никакой формы нет, и я решила в этот раз сделать, сделать лейер, сделать, как это называется, ну, вы меня поняли, короче, сделать другую форму, потому что мне так не нравится это, я записалась на понедельник, на завтрак к своей парикмахерше, и ехать же, муж без меня никуда не ездит, он, конечно же, мы должны вместе ехать, посмотрим, ой, извините, посмотрим, сколько это будет, что нам, какой нам приговор завтра скажут, так страшно даже подумать, ребят, я надеюсь, что там ничего, ну, ничего сложного нет, ничего, ну, дорогостоящего не будет в этой машине, потому что, как муж мой говорит, выбросить, как это выбросить машину, ну, я знаю, я знаю, что ему хочется новую машину, ну, хотеть не вредно, как говорится, как, откуда, у нас денег нет на новую машину, поэтому, я вообще так привыкла к этой нашей старушке, мы ее называем наша старушка-машина, я к ней так привыкла, мне, вы что, это вообще, как она родная для нас, не только ремонтировать и только, очень надеюсь, господи, дай бог, чтобы там не было ничего серьезного, муж говорит, я думаю, он мне сказал, ему еще этот механик сказал, наверное, что-то, и сказал какое-то слово, ребят, я не разбираюсь в этом, что там случилось, я говорю, сколько это может стоить, я думаю, долларов 300, ну, долларов 300, да, это деньги, но долларов 300, это не так, что там, знаете, что-то серьезное, что там тысячи надо платить, да, у нас все эти запчасти очень дорогие, тем более машина у нас, мерседес, и запчасти на нее, конечно, очень-очень дорогие, ну, поживем, увидим, завтра все это узнаем, мне как-то еще нужно успеть к парикмахеру подстричься, потому что не хочется отменять, отменять эту запись, где очень тяжело записаться, так что хочу завтра еще подстричься с новым, с новым стилем буду я, потому что это уже все надоело, эти мои волосы какие-то бесформенные, в общем-то, ребятки, все вам завтра расскажу, покажу, сколько будет стоить ремонт машины, такие дела, а я собираюсь, у меня полчаса осталось, вот так живу, как белка в колесе, полчаса осталось сейчас в душ, вот это у меня такой завтрак, смотрите, ну, как завтрак, я просыпаюсь очень поздно, я не завтракаю, чашка чая, на работе что-то перекушу, перекушу кусочек хлеба или немножко супа, все, побежала на работу, а мы с вами увидимся завтра, завтра я вам все расскажу и покажу, пока-пока, всех вас люблю и целую!